В первой половине года, когда я возглавлял Николаевское городское управление милицией, мы посетили город Донецк в доле месяца с начальником ВДСЕДНИМ Юрием Владимировичем, ознакомились с работой Центра оперативного реагирования милиции, который является составной частью программы «Безопасный город». Изучили опыт коллег, после этого решили делать такой же центр в городе Николаеве, причем приоритива указанного центра. Кроме того, что городская власть выделяет денежные средства на установление камер видеонаблюдения по городу, мы еще можем создать на базе выделенного здания Центр оперативного реагирования милиции, который будет в себе обобщать и операторов 102, и инспекторов, которые будут надзирать в режиме реального времени за ситуации во всех абсолютно районах города, создать электронную карту города, вывести через ЧПРС-навигацию по трекерам все маршруты, как пешие, так и автопатрули, кроме того, перенести сюда дежурную часть города и криминальный блок. После этого было принято решение о передаче нам для постройки этого центра здания на Володарского 59, которое ранее было закреплено за приютом для детей. Детей, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, совершили преступление либо правонарушение. После того, как были украсены все организационные моменты, связанные с передачей в аренду от УВД в городское управление этого здания, мы своими силами начали работать здесь. За то небольшое время, которое прошло, нам удалось полностью поменять начинку этого здания, то есть провести работы по прокладке кабелей, полностью обновили систему инфраструктуры, систему отопления. Раньше была старая советская котельная, где стояли 400-литровые баки, и, соответственно, масса затрат была, энергозатрат, с целью сдвижения были закуплены два новых котла, и открыта новая котельная, пройдена вся процедура через Николаев газ, открыта она уже здесь, то есть вы можете видеть тубы, мы полностью обновили их. Кроме того, мы полностью раскинули телефонные кабеля, интернет кабеля подключили, и начали работу на первом этаже, на котором, собственно, и будет располагаться центр оперативного реагирования милиции. Губернатор Николаевской области, глава администрации Григорий Владимирович заинтересовался этим проектом, собственно говоря, провел совещание недавно, и я надеюсь, что сейчас все небезразличные граждане, предприниматели, организации включатся в этот процесс, помогут нам, потому что есть такая идея и желание страшное открыть этот центр в этом году. В этом году будет ваша.